А сравнить, например, Нэшвилл и Денвер как города, где тебе больше нравится? С 87-м туфлексом при сотке играть. Слушай, да ништяк на самом деле. В свой первый сезон лавины забрали себе по три каруа. Неплохие качественные дороги, достаточно чисто, мало людей. Ты видел, он мне пас не отдал. Минута, за которую Макдэвид пытался забить те голы, получается ты там 9 спасений сделал. На то, чтобы посчитать всех звезд из истории Колорадо, нужен отдельный ролик. Какие у тебя, в общем, остались эмоции от Рейнджерс? Маккинон может душить практически всех в команде, кроме тебя, потому что тебя он очень сильно уважает. Валер, что из формы делаешь интереснее? Валера в команде самый модный. Кстати, Валер, я знаю, что, по-моему, у тебя роллс еще был или есть. Но мне кажется, через 5-7 лет в городе Денвер будет просто невероятно дорого, потому что люди поймут, что это реально клевое место и будут сюда ехать. Вот если сравнить, например, Нэшвилл и Денвер как города, где тебе больше нравится? Вот на данный момент я бы сказал Нэшвилл, потому что я там больше пробыл. Здесь я еще как бы город не изучил. Но в целом мне все нравится. Нэшвилл он такой поменьше, покомпактнее. Здесь прям длинные расстояния. Тренировочная арена далеко. Надо ехать там минут 40 до арены, потом обратно еще минут 40. Поэтому я вот здесь поселился поближе к арене, чтобы не стрессовать перед игрой в пробках. Спокойненько доехать. Ну, с 87-м-м-то флексом присутки играть. Слушай, да ништяк на самом деле. Бросочки я увидел, там буллиты, вот допустим, с этим били. То есть она вообще у тебя выстреливает с прогибчика. Там с Бостоном играли. Буллит победный забил, просто вышел с кистей, да он уже и все. Да не знаю, на самом деле все дело привычки, знаешь. Но бывает, что очень сильные ребята, бывает, в углу борешься, и ты руками у него выезжаешь, а клюшка у тебя там остается, а просто, знаешь, прогибается дугой. Такое бывает. В такие моменты думаешь, блин, надо поменять сразу. Вот, так играл всю дорогу, 95-м, и опять же, знаешь, тоже вот. Колорадо, по-моему, попробовал 87, начал, знаешь, там забивать и так далее. И как бы, знаешь, от добра добра не ищут, как бы, когда идет, зачем менять. А ты, это Синк у тебя прямо есть, или это другая? Это другая. Это Нексусы, по-моему, были. Но не... Старее, да, которые? Да, 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 просто Нексус предыдущая, которая была. А Синк, это просто как краску, ну, они сверху вот делают. Вот я тоже, когда они мне поменяли, недоволен был. Потому что те были более синий, тоже мне нравилось. Ты видишь, такая голубенькая, темно-синий цвет больше нравится. Кто в Колорадо делает что-нибудь вообще супер странное, с клюшками, необычное, там, например, какое-то такое? Слушай, во-первых, так за ребятами сильно не подглядываю. Такого, что при мне кто-то прям чудил. Ну, знаешь, вот Бурки, то есть я вот чуть-чуть сэндпеппер делал. Бураковский, когда играл тут, он прям, там, машина есть такая. А, знаешь, прям стирал ее, что у него вообще граффити не оставалось. Вот. Ну, красят, знаешь, красят низы клюшек, то есть некоторые ребята. Ну, это везде как бы все делают. Да чего красят? Блин, я ни разу не пробовал, честно скажу, понятия не имею. Может, нравится, знаешь, опять же, баланс клюшки, думаю, меняется, знаешь. Скорее всего, тяжелее, вот здесь, если эта часть тяжелее ставят, становится, по идее, знаешь, то есть она, ну, прогибаться будет больше. Опять-то, там, на флекс, скорее всего, влияет немного. Ну, это мои предположения, значит, надо спрашивать те, кто делает. Вот, я как-то не интересовался никогда, что это делают, делать. Ты всегда Бауэрами играл, да? Слушай, нет, Варриор у меня были периодически. Первый сезон, даже сюда, по-моему, когда пришел, я и Бауэр новый попробовать взял, и Варриор тоже попробовал взял. История Колорадо-Эваланш в Энхелл начинается в 1979 году. Тогда портрет лавин выглядел несколько иначе, чем сейчас. Команда очутилась в лиге под именем Квебек-Нордик. Вместе с ними на горизонте появились Эдмонтон-Ойлерс, Виннипек-Джетс и Хартфорд-Уллерс. Сейчас это Каролина. Так вот, все эти команды, включая Колорадо, пришли в лигу и всемирные хоккейные ассоциации. Оперевнование из Квебека в Эваланш случилось в 1995 году, когда команду купил Чарли Лайонс. В свой первый сезон лавины забрали себе Патрико Руа, легендарный вратарь с крутейшим стилем, которого сегодня тренирует Айлендерс. В бытность игроком он мог спокойно выйти из ворот и обыграть Грецки, как на этом видео. Руа помог команде выиграть первый кубок Стэнли, а капитан команды Джо Сакик получил Консмайд Трофи. В тот вечер Денвер шумел так, что полиции пришлось применить слезоточивый газ. Следующий трофей пришел только в сезоне 2000-2001 году. Тогда лавины провели лучший сезон в истории клуба и набрали 118 очков в регулярке. Я вот здесь сколько дней, столько дней, солнце, невероятная прекрасная погода, закаты, горы. И что немаловажно, по моим подметкам, неплохие качественные дороги. Достаточно чисто, мало людей, тихо, мало бездомных, которые вот валяются на улицах. Нет вот этих всех испарений, которые поднимаются в воздух, и воздух сам достаточно свежий. Город маленький, город уютный, навряд ли он всем подойдет. Но самое, что важное, например, для меня, что здесь есть очень много таких, скажем, зданий, которые не просто там какое-то старье, знаете, а без истории, без всего, какая-то рухлячь, которую уже давно пора снести. Нет, здесь здания, есть очень много таких, скажем, европейских наших зданий, к которым мы привыкли, вот именно наш стиль. Чтобы это было чистое, чтобы это было новое, чтобы это было качественное. В Америке, в принципе, с качеством построек все очень плохо, как и, в принципе, стандарты все низкие у них достаточно. Я уже об этом говорил как-то в выпуске из Нью-Йорка. Но вот в Денвере этой ситуации исправляется. Очень много хороших, красивых, таких вот фешенебельных, новых ресторанов, как будто и в Москве. Очень много хороших, классных построек. Из стекла, из таких панорамных стекол, из кирпича, в том числе красного, как, например, вот в Коламбус, мне почему-то запомнилось. Даже вот, посмотрите сами. Поэтому здесь много таких каких-то европейских есть мелочей. Там всякие велосипедные дорожки, там прогулочные дорожки и другие какие-то вещи. Это все есть. Я бы сказал, что он мне чем-то напоминает немного даже Европу. Но мне кажется, через 5-7 лет в городе Денвер будет просто невероятно дорого, потому что люди поймут, что это реально клевое место и будут сюда ехать. Просто не ехать, а ломиться. Валер, вот прямо сейчас на наших глазах этот год, он в принципе по себе уникален. И прямо сейчас разворачивается, наверное, одна из самых сильных бомбардирских гонок за всю историю вообще в принципе NHL, в которой принимают участие Кучеров, МакКиннон и МакДейт, соответственно. Вы в команде как-то эту тему обсуждаете между ребятами? Да, особо не обсуждаем, ну как бы просто, что про одного, про всех троих, знаешь, всегда, когда все говорят потом, следующее слово, просто звери, просто монстр, просто гений и так далее. Ну а что там можно обсуждать, знаешь, ты просто смотришь, ну это, я не знаю, люди просто, Кучеров сейчас в последние матчи, последние 5 матчей по 3 очка набирают в каждом матче. Ну просто уж как, ну, блин, удивительно, знаешь, и самый прикол, Нейт по 5, по 4 очка набирает, и все еще первым не может быть, знаешь, ну честно, удивительно, просто удивительно, как они прут, насколько стабильно, да, в каждом матче они набирают очки, голы. Ну, причем, я не знаю про другим, да, про Кучерова чуть-чуть, наверное, знаю, про Макдэвида, мало знаю, но про Макинова, считай, он со мной рядом, блин, он пашет по-настоящему, как бы много, много работает, он такой, по-настоящему, наверное, фанатик какой-то, да. Причем эти все истории с психологом, с биодобавками, анализами? Я про психолога никогда не слышал, про психолога никогда не слышал, про повар у него точно есть свой, у него есть мануалок, да, который с ним работает, и он, знаешь, он такой там парень продвинутый, у него в зале, знаешь, такая рутина необычная, я не буду ее рассказывать, знаешь, мало ли секрет, но такие упражнения нестандартные делают, и иногда прям выглядит это немножко странно, но он как бы... Да хотя бы одно странное упражнение какое-то можешь сказать? Слушай, он после раскатки, блин, я сейчас скажу, у нас у всех спина полетит в Россию, начнем повторять, он после раскатки приходит и на раз делает, знаешь, вот это, как, наверное, становая тяга, но которая, знаешь, санга в центре. Требар. Да, да, да. И там вес какой-то просто, вот все блинами, ему мало, он еще цепочку накидывает какую-то сверху, знаешь, но он делает просто на один раз, еще пару упражнений других делает, ну, не такие, знаешь, впечатляющие. Потом замеряет, прям 7 минут сидит, вот именно 7 минут, прям вот так с телефоном сидит, 7 минут. Потом походит, второй подход тоже самое делает. Ну, я если сделаю, у меня все мои протрузии, знаешь, грыжа, все на свете, спина разлетится просто наглухо. Вот, я делаю тоже много очень зала в день игры, с утра, то есть после раскатки, но у меня там своя рутина другая, чуть-чуть просто там, я делаю по пару упражнений на каждую группу мышц, чтобы просто в тонусе, знаешь, держать. Видно, что Маккинан сам по себе, он реально максималист, ну, то есть вот он постоянно все как-то как будто делает на максимум, и он уже признавался, что для него эта штука, победа именно в гонке, она достаточно принципиальная. Ты как-то замечал за ним, что там, например, он после игры приходит, телефон открывает, смотрит, сколько там в параллельном матче кучеров набрал, там, например, ну, не знаю. Я вообще не про него история, я не знаю, где ты взял, на самом деле. Он вообще никак не показывает, по крайней мере, и, знаешь, я его пару раз спрашивал, у него, не знаю почему, я его как-то несколько матчей назад, когда он на первом месте был, вырвался там в какой-то момент, я тоже не знаю, наверное, может, знаешь, так, ну, не стоит там, знаешь, зря там, что-то как-то мы сидели болтали, я такой момент, блин, давай, типа, это хан, ну, надо брать, надо брать, типа. Он такой, знаешь, типа, да не, я хорош, я, типа, не выиграю, знаешь, как-то, хотя неуверенность вообще не особо про него, но в то же время у него есть вот этот момент небольшой, скромности, да. Ну, максималист, да, то есть на тренировках он из себя достает, там, по максимуму, пашет, хотя, ну, разные дни, конечно, бывают, разные дни бывают, сейчас то, что вот психологию очень много увлекаюсь, и, далее, сам, так сказать, в работе, да, там, вот я смотрю на всех, вот, ребят, которые в первых звеньях, да, топовые звезды, вот их объединяет одна вещь всех, они, знаешь, так, у них, они по-хорошему, знаешь, такое, прям они дети, знаешь, которые такие, на психе, короче, еще немножко, прям психопаты такие, ну, наверное, в каком-то таком хорошем, знаете, ну, бывает этот перебор, знаешь, даже выглядит чуть-чуть, но, все равно, вот, я много замечаю, да, там, я, там, не буду называть фамилию, я тебе рассказывал, да, за кадром, когда, там, мне, там, второй сезон был, я на операции немного игр не играю, там, наш, один из русских лучших игроков, а я сижу с тем, с Нестером сидел, ну, сейчас люди догадаются, конечно, ладно, ну, пофиг, я думаю, он не против будет, а, я сижу с Нестером наверху, что-то проходит первый период, этот человек два очка набирает, ну, как бы, блин, и просто мы с Нестером сидим, он Нестеру смс-ку пишет с раздевалки, ты видел, он мне пас не отдал, ты видел, там, этот, что-то там, ну, я уже не помню, подробности косячит, я вот так сижу, думаю, что два очка за первый период только, знаешь, ну, типа, я бы вообще счастлив был, я бы радовался, там, особенно на тот, на тот момент, знаешь, я просто, ну, и, кстати, многие ребята, ну, это, знаешь, ему вот позволяет по три, по четыре очка матча набирать, они вот забивают гол, по херу вообще, они, знаешь, в каком-то таком эффекте даже, как будто находятся, вот это вот, знаешь, просто в эффекте, прям, они вообще, знаешь, мне кажется, они в какой-то момент не особо даже думают о результате, еще они прям настолько в игре, какой-то знаешь ему вот просто пофигу к чем не там до этого забили отдали от каждый смены когда все там так далее как бы не знаю я вот иногда на самом деле часы в прошлом году начал знаешь нам прошлом году я как-то подсознательно это все начинал делать а в этом году иногда специально но иногда бывает такое особенно там что-то не выспался и где-то усталость приходят на матч играешь и не то знаешь вот этого огня какого-то драйва такого просто вот нету знаешь я иногда специально короче могу там психануть борт ударить короче еще что-то знаешь ну просто вот прям вот клюшку взять сломайте борт короче ну вот не идет первые два периода блин я стал больше но лучше играть в этих периодах то есть ну прям ты достаешься это иногда и ты прям это по-настоящему надо доставать из себя потому что иногда ну тяжело но у них как будто это настолько знаешь натурально то есть я не думаю что они как бы вообще отдают себя чуть-чуть делать то есть у них настолько это на они все прям настолько заряжены там и так далее и он вот в игре весь знаешь вообще два разных человека в матче там на тренера может где-то там чуть-чуть и на партнеров там пас не точно да и знаешь и только матч заканчивается пух хороший парень классный друг все молодцы у него тренер молодец извинился там периодически где-то с началом нового сезона яков тренин теперь будет выступать за миннесоту вместе с кириллом капризовым а для колорадо уже стартовала предсезонка где у коваленко есть возможность плавно влиться в новый коллектив и чемпионат наш генеральный партнер уже открыл возможность следить за матчами предсезонки чтобы сделать просмотр еще интереснее заходите в приложение и забирайте бонус для новых пользователей из матча всех звезд можно выделить одну очень прикольную штуку потому что принципе она наверно стала как помимо поведения кучерова она стала на вторым хитом этого матча звезд это минута за которым макдэвид пытался забить те голы и получается и там 9 спасений сделал ты в этот момент фанил и просто как получал удовольствие или же прям кусанулся с ним ну слушай денежный компонентом был мотивирующий поэтому а я тебе скажу ты с кем поспорил нет нет там же был там же был приз а про этот приз на вратарю который отобьет больше всех и понятное дело что никто ну как настоящий игре не готовится к тому же знаешь сколько 45 дней уже никто не катался особо но в то же время видно было знаешь там все вратари вышли и так забавно мы там все у бортика и каждый так супер концентрировано там свои движения отрабатывает знаешь тоже было очень интересно когда я увидел что он будет против меня бить тоже думаю вот это очень круто я думаю что он очень много попыток будет делать потому что всех быстрее всех хороший шанс у меня думаю ну и плюс я знаю что он любит обыгрывать и парочку выдал у него пушка первый раз зашло такой попробую еще разок в итоге не они знают 3-4 у него выйдут история дэнвера она родилась того что из то что тут горы вот это че там геология горные породы ля-ля-ля тополя здесь много полезных ископаемых люди сюда приезжали на заработки в свое время и вот на этом отчасти можно сказать и поднялся город сам штат колорадо как и город дэнвер по сути он находится скажем так посередине всей америки что действительно удобно потому что например если смотреть в сторону лос-анджелеса или сторону чикаго по моему там вообще равное расстояние и поэтому очень много у компании распределительных центров находится именно в дэнвере всякие склады здесь действительно хороший транспортный узел здесь огромнейший просто невероятно большой аэропорт его площадь действительно сопоставима с каким-то маленьким таким городишкой там естественно метро в нем и все дела и очень много рейсов и сейчас они как говорят хотят его еще расширять то есть летом тут также летают самолеты например там до европы много железных дорог много поездов здесь ездит поэтому да вот такой город дэнвер легенда клуба на то чтобы посчитать всех звезд из истории колорадо нужен отдельный ролик так что пробежимся кратко джо сакик легендарный 19 номер капитан чемпион и один из лучших игроков в истории нхл он провел всю карьеру в одной команде выиграл олимпиаду входил в топ самых высокоплачивых игроков и всегда отрабатывал каждый цент а потом стал ген-менеджером клуба выиграл с лавинами кубок стендли и пошел на повышение теперь он президент колорадо по хоккейным операциям форсберг величайший форвард и один из самых крутых шведов в истории нхл настоящий фанат хоккея который не уходит со льда несмотря на страшные травмы и десятки операций на ногах лучший наичок мвп лучший бомбардир дважды обладатель кубка стендли и еще куча всего еще одно важное европейское имя в истории эванс милан гейдук 14 сезона в составе лавин 805 очков и кубок стендли и тысячи первого года милан дебютирован хел только в 22 года его задобрставал к вебек а на лед он вышел уже в составе колорадо 2000 года он стабильно забивал по 20 шайб в сезоне один из самых стабильных снайперов в истории одном фуд преемник джо саки к второй капитан в истории колорадо жесткий защитник который отвечал за надежность у своих ворот и делал это шикарно у него нет сумасшедшей результативности с такими нападающим как у рада того времени она была и не нужна настоящий разрушитель чужих атак рей бурк самый результативный защитник в истории нхл сумасшедшей карьеры он провел внимание 21 сезон в бостоне но кубок стендли выиграл только в колорадо куда он перешел в 39 лет все номера этих игроков выведены из обращения в эвланж случае с бурком и 87 номер недоступен еще и в бостоне там где хорошие места там всегда много людей и соответственно повышаются цены потому что есть спрос здесь не так много земли и некоторые например дома люди сдают дорого они не стоят этих денег но не сдают их продают их дорого только потому что типа ну покупай потому что земли здесь нет и как будет для того чтобы построить дом тоже просто купить какой-то снести вы построить собственно свой поэтому люди либо покупают землю за очень дорого либо очень далеко а также конечно нельзя не отметить один очень интересный факт что вообще сам денвер он славится не столько своим там down down and someone сколько например приводой Здесь есть такая ред рок, по-моему, называется Скалистая такая местность, из Красного Камня Там есть большой амфитеатр Там даже выступали Битлз, в том числе, на открытом воздухе, в скалах Какие у тебя, в общем, остались эмоции от Рейнджерс? Ну, последние два сезона, так скажем, определенно Ну, ты можешь сказать честно, в этом нет ничего такого Это же как часть пути Я понимаю, я просто слово пытаюсь подобрать Не знаю, какое Ну, подсмазали, так скажем, впечатление от всего, от всего экспириенса Потому что уже в те моменты не очень хотелось быть, находиться там Хотелось хорошие шансы где-то получить Вот, понимал, что там, там все закрыли для меня двери А в то же время я был на контракте Такое неприятное время, знаешь, когда ты где-то мыслями в другом месте находишься И уже особо не ценишь вот эти все моменты Там, Мэдисон Скоргард, ну, какой там Мэдисон Скоргард Ты уже хочешь просто хоть в Аризоне, хоть в Баффало, где угодно Не в обиду этим клубам, вот Но в любом клубе лиги уже хочется просто быть, находиться, где у тебя есть реальный шанс Поэтому подсмазало, так скажем, впечатление от пребывания там последние пару сезонов Валер, что из формы делаешь интересного? Давай быстренько Слушай, у меня на самом деле, ну вот из формы, где сам, вот эту броню себе на спину Ну, вот много уже кто пришивает, знаешь Броню? Ну да, дополнительно, потому что я считаю, что все равно длинный чуть-чуть Все равно, это всегда пространство было Помню, в Бабле играли с Далласом как раз И мне трещина в ребре была, этот Алексиак мне дал кросс-чек Я потом полгода подтягиваться, знаешь, даже не мог, потому что ну просто сразу туда отдавал Ну, на поле нормально, в принципе, было У тебя нагрудник сейчас из Челябинска, он такой у тебя вида все ездит Давай покажем, вот просто, в аудитории, а то они думают, что... А слушай, они делают такие больше просто, знаешь, сейчас новые нагрудники, вот давай возьмем вот просто Я вот жаловался летом, вот я вот потрогал, он весит 500 грамм Да, да, да Этот там килограмма, давай, все равно весит Ну, я не могу, знаешь, я под воротами много игра Ну, и он сам меньше, у него все меньше, у них вот эта штучка меньше, вот эта штучка меньше То есть у меня все тело отскрыто, знаешь, ну, когда под воротами много играешь, все равно прилетает прилично Потом, знаешь, отсушит, ну, защитники часто, кстати, в МХЛ Ты под воротами можешь стоять, они тебя не трогают, он подъезжает, и бам, знаешь, вот сюда в бицепс просто ударяет И у тебя сушит, ну, знаешь, потом все, ты как бы, на самом деле, для меня три, но рука, знаешь, такая все равно слабее, потому что, ну, ткани повреждены Глоща хорошего, да, для такого, да Поэтому стараюсь, ну, на самом деле, надо что-то делать Надо что-то делать, на самом деле, он уже ржавый, видишь, ну, вот что, как Слушай, такой исторический А ты, получается, ну, правда, с Челябой в нем катаешь? Да нет, нет, конечно, но... Да нет, этому нагроме они вот три года назад такие стали делать, у меня был запас какой-то, года два, на самом деле Получается, ты за безопасность, во-первых, да, чтобы экипировка была... Слушай, раньше нет, наоборот, у меня, допустим, щитки 15-е, знаешь, потому что, если честно, у меня такой рост, ни туда, ни сюда, 16-е мне слишком большие 15-е чуть-чуть маленькие, я выбрал в пользу веса, знаешь, что, чтобы быстрее бегать Но вот иногда в меньшинстве, знаешь, тоже щелкнет куда-нибудь, там, прилетит, пробивает мне постоянно, потому что, знаешь, чуть-чуть не на месте находится То есть даже попадает просто, где полностью защищено Но из-за того, что он чуть-чуть меньше, чем нужно, она, видать, ну, защита, знаешь, неравномерно на колено распределяется Блин, бывает так прилетает, просто сушит там тоже, блин, на пару дней Ну, еще, конечно же, вот сама хоккейная эстетика, потому что, если ты 16-е наденешь, ты будешь смотреться, как дерево лаза, знаешь Ну, да, 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 я пробовал, знаешь, потому что, причем, тоже вот эти Nexus'ы У меня были другие, эти вот, кстати, в этом сезоне взял, они мне чуть даже меньше нравятся А были вот такие же, знаешь, вот такого же цвета, предыдущая модель, Nexus 1000, по-моему, называется Эти какие-то там, Nexus'ы или что-то, я даже не знаю И они тоже в моменте закончились, если бы ты в прошлом году приехал, знаешь, я бы тебе показал, там вообще разбиты были наглухо уже Просто они, ну, я не мог поменять, потому что я одевал Bauer И они, знаешь, как будто еще на чуть-чуть меньше И получается 15-й вообще мне уже совсем маленький, а 16-й один прям большой И то есть я прямо ждал, они вот эту серию, по-моему, в этом году выпустили И мне вот этим летом, я на самом деле переживал, когда вернулся, знаешь, я думал, на самом деле, я думал еще год отыграть старых Но они прям вообще уже просто, они вообще не защищали, они уже как тряпочные были Один совет для молодежи Думаю, важно для себя ставить цели, которые, знаешь, естественно, все хотят быть в НХЛ На Олимпиаде и так далее, ты мечтаешь об этом, когда маленький Но в то же время, мне кажется, важно для себя иметь такие ступени целей, которые более реальные И которые ты можешь себе, знаешь, реально галочку поставить, зашить, ну, что да, я это сделал Допустим, я не знаю, может быть, ты за слабую команду играешь И у тебя цель, как у игрока, там, набрать 50 очков вместо 30 в прошлом сезоне Это уже для тебя должна быть такая цель, на которой ты должен идти И, может быть, расписать себе план, что ты готов для этого сделать И соответствовать ему Мне кажется, так ты, когда постепенно цели ставишь, помогает тебе показывать все лучше и лучше хоккей Самое главное и самое важное качество хоккейного вратаря Уметь остановить шайбу, наверное Ну нет Mental game называется, да, в Америке Моральное преимущество, да, моральное качество Как ты мыслишь, как ты подходишь к каким-то моментам Можешь ли ты, знаешь, пропустить два гола и все равно выступать с той же самой игрой Которая тебе показывает Можешь ли ты играть, там, я не знаю, три игры подряд в шатаут и на четвертую выйти голодным То есть, мне кажется, моральный компонент это дико важно Наверное, самый важный вообще в любом виде спорта Но, естественно, у тебя должны быть физические тоже данные Ты должен работать усердно над своей игрой Не может просто какой-то там морально сильный человек с улицы прийти и выступать успешно, естественно Саш, что от себя мы только можем пожелать тебе, чтобы дальше было, во-первых, без травм А во-вторых, и контракты росли, и статистика И еще не один, не только личный, но и рекорд лиги и франшизы ты обновил Поэтому спасибо большое за этот разговор Спасибо большое При подготовке к этому выпуску я общался с людьми, которые здесь играли Которые в курсе ситуации в команде И про тебя есть три вот таких мнения Первое мнение о том, что как раз Макинон может душить практически всех в команде Кроме тебя, потому что тебя он очень сильно уважает Второе мнение о том, что Валера в команде самый модный А третье мнение, что Валера в команде самый трудолюбивый из всех Что из этого правда? Я думаю, отчасти все правда Но насчет самой модной Тут ребята, знаешь, как бы попроще одеваются немножко Я не могу сказать, что я какой-то супермодник Вообще, если ты посмотри, ты пару дней меня видел Я тут такую спортивку, кэджул, найки, знаешь И плюс-минус я не стараюсь там Костюмы, допустим, на игры Я вот на игры вообще дресс-код не соблюдаю Допустим, я не люблю рубашки Вообще не понимаю, зачем нам костюмы Я вот не люблю, знаешь, такую классику костюма Как бы мне кажется, было бы круто Причем этот вопрос поднимался уже, что по желанию должно было бы рыть Но вроде, короче, никому до этого дела нету Но вообще у нас всегда должен был галстук, рубашка Я просто под костюм одеваю майки И опять же, из-за того, что пластина в ноге Я не могу одевать туфли Я в кедах, знаешь, хожу Ну, блин, ну, потому что как бы больно Туфли они жмут реально очень сильно И прям туда давят Ну, и на самом деле, ребята, многие тоже стали, знаешь Стрельный раз, два, знаешь, я пришел И многие стали вообще просто Кто-то вообще чуть ли не в кроссовках уже ходят на нас Я думаю, в следующем году уже будет у нас свободный дресс-код на игры Да не, ну, я одежду, на самом деле, одеться иногда симпатично Ну, люблю, люблю, что говорить-то как бы, приятно Ну, коньки, кстати, давайте я расскажу быстро Вот сейчас у меня проблема большая Пауэр, блин, задолбал на самом деле Они меняют постоянно модели И я играл в другой модели И ее тоже просто вот в этом году перестали выпускать резко А у меня запас коньков очень маленький был Я вот сейчас вынужден менять И на самом деле я вот, ну, последний Ну, вот, получается, после паузы На новых коньках играю Блин, ну, я пока вот к ним привыкаю Вот сейчас последний матч чуть-чуть получше стало Ну, пока, ну, все равно катаюсь намного хуже, чем на старых То есть, ну, все равно чуть-чуть площадка, видать, меняется Ну, знаешь, ну, понятно, нога привыкнет со временем Но, опять же, лучше коньки там летом, да, менять, когда у тебя там месяц, там, полтора катаешься сам Вот, поэтому такую небольшую подставу мне кинули Я тоже там немного нервничал, пережил, да, этот счет Если Бауэрису посмотрят, блин Не, не, реально, они коньки, знаешь, там Ну, понятно, слушай, бизнес, рынок, да, то есть Бывает, приходим там с лета Они могут граффити на клюшку поменять То есть, клюшка тоже самое вроде Но все равно граффити меняешь Она, ну, там все равно отличается на 10-20 граммов, да Ну, кто-то это не чувствует Понятно, тоже привыкаешь, как бы, ко всему Но иногда, там, знаешь, мне, там, в какие-то моменты, знаешь, как они в Америке называют, суперстич, знаешь, типа, этот, приметы, там, вот это все Мне, вот, я еще играю, вот, в чем старом, мне нравится, знаешь, мне удобно, мне комфортно, я, вот, прям, мне тяжело менять, я знаю, там, некоторые ребята, они могут, там, знаешь, там, тот же Кузя, да, там, я слышал Там, может, одной клюшкой играть, там, на второй период, там, вообще, другую взять, третью У меня в этом плане, знаешь, ну, может, таланта поменьше, руки похуже, знаешь, да Мне, мне, мне нужно, это, мне нужна своя клюшка, знаешь, я даже на миллиметр больше отпилил, на миллиметр меньше, все, я сразу чувствую, знаешь, мне, как бы, ну Валер, ну, ты этот, у Саныча занимался, у Павла Саныча, вы же там приседали, жали, сколько у тебя приседа максимум был? Слушай, у него очень мало, потому что к нему я уже попал после всех вот этих бедренных историй, знаешь, и, то есть, я уже понял, что Мой организм, ну, слишком опасно, знаешь, большие веса приседать Я, я сейчас приседаю, последние, наверное, лет пять, вообще не больше сотки, знаешь, конечно, да, кстати, я понимаю, если бы я приседал больше То, ну, силу, ну, развивать бы можно было, еще, знаешь, потенциал там был Ну, ну, я понимаю, что сейчас просто есть риск травмы получить, просто усугубить, также у меня замедленная вот эта бомба в левом бедре, она, как бы, всегда остается, да, то есть, в 19 лет мне, как сказали, что мне сразу не стали делать операцию, сказали, что, ну, в любой день может, да, усугубиться У меня были звоночки уже просто, как раз, когда я там, лето начинал, там, две недели прошло, вроде, все, чувствуешь себя там, все надулся, здорово, то есть, полностью подготовлен, да, и мало еще, знаешь, то есть, такое самое время, вроде, покачаться как следует Я там навешивал, ну, может, не знаю, даже, 120-140, приседал, у меня, помню, один раз, вообще испугался, уже 5 месяцев нога потом болела, знаешь, прям на туалет больно было садиться, то есть, ну, бедро, я уже все думал, ну, сезон, как бы, знаешь, на льду почему-то нормально было, но вот, вне льда, то есть, реально, на туалет садишься, на этот А жим? Слушай, жим, мне плечо одно, второе, криминальное, тоже много не жму, жим, жим, жим вообще я не делаю, не делаю жим вообще полностью, потому что, опять же, из-за плеча я делаю с гантелями, ну, гантелями, не знаю, ну, потом посчитаешь, ну, вот, я могу сделать, ну, вот, опять же, я не делаю, знаешь, там, на один, на два раза, я всегда делаю, там, на 10 раз, там, 4 подхода, там, 10-12 раз, то есть, я обычно, там, 75-80 паунтов делаю Ну, в России, по-моему, там, 32-34 килограмма, не знаю, если посчитать Слушай, Исаныч, хороший тренер, по твоему мнению? Да в порядке, мне кажется, не, не, он очень, ну, мне нравится, знаешь, то есть Почему? Да не знаю, ну, во-первых, тоже человеческие качества, знаешь, во-вторых, у нас с ним диалог хороший, опять же, знаешь, то есть, мне не нравится, допустим, тренера, да, которые, ты там, вообще, тебя не слушают, ну, типа, делай это, ты, там, пытаешься объяснить, там, слушай, мне вот это не подходит То есть, он ко мне все равно всегда такой индивидуальный подход подбирал, да, так, опять же, то, что, там, у него ребята периодически, ну, такими мощными весами работают Я ему, там, объяснял, что, Паш, ну, я реально, мне опасно это делать, да, он мне раз заменял, там, другими вещами И, то есть, ну, слушай, у него набор упражнений хороший, то есть, всегда тренировки разнообразные и так далее А лед? Слушай, лед, лед вот сейчас, на самом деле, Паша знает, я ему говорил, ну, опять же, это не его вина Многие ребята стали оставаться здесь, в Америке, да, летом не едут туда И, то есть, раньше, когда я, когда первый раз к нему вообще пришел, там, группа была, ну, просто группа мечты Был Малкин, Ковальчук, Радулов, Каприз, по-моему, или Каприз уже, ну, я знаю, что Каприз, там, год до этого тренировался Ну, по-моему, тот год Каприз, там, пару раз походил, по-моему, сменил И, особенно, вот, первый год, знаешь, даже упражнения давал, и Радул, там, помню, с Малочем, блин, я думаю, они друг другу пальцы потрубят Знаешь, настолько, вроде, друзья-кореша, там, знаешь, в жизни, а на льду настолько неуступчивые, знаешь, ну, мне кажется, другу тоже еще Да, 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 да Друга обыграть, это такое святое И они так рубились, ну, мне нравится, когда интенсивность на тренировках, прям, такая, приближенная к игре То есть, понятно, там, без грязи, без всего, но, когда люди прям пашут А потом, там, понятно, там, Малкин, там, по-моему, у него, там, периодически катался, но у него, там, тоже, там, какие-то травмы были, по-моему, чуть-чуть с коленом Ковальчук тоже Радул, то ходил, то в другое место стал ходить, знаешь, другие ребята, там, ну, знаешь, уровень, уровень ребят, короче, немножко подупал, больше стало молодых ребят Какие-то ребята перестали отсюда приезжать То есть, этим летом и остались здесь И вот это лето, ну, полин, группа намного моложе, да, там, много стало пацанов, которые прям еще, ну, на юниорском уровне играют и так далее И поэтому, как бы, конечно, ну, тоже иногда сейчас задумываюсь, как бы, ну, мне меньше понравилось именно на льду работа, знаешь, то, что Получалось так, что я, как бы, наверное, ну, самый, самый высокий уровень у меня с тех, кто там тренировался Могло, ну, до этого, то есть, я тренировался, и все равно, приятно, надо тренироваться теми, кто сильнее тебя Ну, конкуренция, чтобы была Ну, не только конкуренция, лучше, чтобы люди сильнее тебя были, чтобы ты мог тянуться за ними А так, получается, с пацанами, с юниорки тренируешься, но все равно, как бы, знаешь, тебе легче, легче Я люблю, когда посложнее, все Согласен с тобой Ладно, ну, зал топовый, очень крутой Да нет, хороший, хороший, знаешь Слушай, ты вот сказал, типа, удачные модели, неудачные, для тебя какие в BMW удачные модели? Ну, вот я сказал, ну, 100% М2, М4, М5, вот у меня новая, ну, не знаю, самая новая, но он пять лет назад покупал Ну, сейчас новее уже вышло, я так сильно не слежу Мне кажется, она вот неудачна, потому что они прям автомат-автомат поставили, знаешь, коробку там То есть, раньше роботизированная стояла, да, Twin Clutch, там вот этот, можно было там самому поиграться, там больше передачи чувствовались Ну, если там на моей, на М4, когда-нибудь я прохочу, ты поймешь, о чем речь идет Она, по сути, по факту, не сильно быстро ездит, но внутри ощущение, что просто там вот эти передачи, толчки, там, позвоночники аж вальтают То есть, сейчас намного все плавнее стало, потому что, понятно, автомат, он быстрее, а не который сделали Да, там, показатели скорости вообще какие-то сумасшедшие, да, там, по три секунды сейчас машины едут ситляны Да, тоже, даже, которая, ну, вот у меня вот эта М5, она, сколько, 3.2 или 3.3, ну, просто там скорость Ну, ощущение она не передает, то есть, ты видишь, цифры растут сумасшедшие, но внутри, знаешь, уже, как бы, нет такого Ну, с другой стороны, она вот очень комфортная, я от нее не ожидал, знаешь, я думал, она близка будет, как М4 Ну, нифига не, она прям, я, знаешь, я на ней даже ездил уже так по старперски немножко, ну, то есть, езду, не гоню никуда Она не провоцирует так сильно, потому что, вот, чем-то М4, если ты не ездишь быстро, грубо говоря, знаешь, то ты едешь супер дискомфортно Ты там, по кочкам, вообще не расслабиться, тебе надо постоянно руль держать, потому что, если какие-то кочки, тебе лучше объехать их Ну, у меня еще там, я переделывал в свое время, когда помоложе был, там, баловался Всякие подвески, там, да, у меня колеса там стоят, резина, то есть, тонкая, и все вот это на свете, то есть, там, вообще Ты автолюбитель? Чуть неровность, слушаю, сейчас уже не могу себя таким назвать, но раньше, там, 18 лет Я прям вообще, я все машины свои, что покупал, что Мерседес у меня, самая первая машина у меня была Мерседес Е500, купешка Я его, там, матовым сделал, колеса поменял, но я, знаешь, тогда еще сильно не разбирался Как бы, по сути, колхозил Я из него, потому что, мне он, Е-класс очень нравился, купешка, как внешне выглядит Он, кстати, по-моему, первая машина, на котором лет фары вышли, если я не ошибаюсь И я его пытался сделать, знаешь, таким МГшным, потому что он максимальная в купе комплектации была только Е500 А седан была Е63 Я пытался все из него сделать в Е63, ну, и, знаешь, если машина изначально, грубо говоря, не ЕМГ или не МК Но ты ее, по сути, блин, ну, что бы ты там ни менял, ну, не получится, знаешь Там даже, знаешь, в момент я диски поменял Заказал все эти тормоза МГшные, знаешь, суппорта большие Просто дал машину, мне звонят через 30 минут и говорят, блин, чувак, у тебя проблема За дисков не влазит, короче, просто суппорта не влазит, поэтому не получится менять Кстати, Валер, я знаю, что, по-моему, у тебя Rolls еще был или есть? А, нет, 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 нет у Rolls у меня Я очень хочу, на самом деле, по-настоящему Ну, скорее всего, конечно, знаешь, мне нравился, который купешка Райс он по-моему называется или как-то так даже, но они сейчас новый сделали, Спектру, он красивый конечно безумно, но он электрический уже, я не знаю конечно, мне кажется такая ошибка, потому что в Роузе именно прикол бы 12-го мотора был, знаешь, это просто патя когда-то, знаешь, ты как к электрическому относишься? Да не знаю, для меня какая-то бездушная история, опять же, знаешь, я с ним на камеру говорил, давай тоже скажем, вот я там на всех своих машинах выхлопы делал, то есть знаешь, там на М4 у меня Акропович стоит, знаешь, там и так далее, то есть не знаю, какое-то такое, сказать язык машины что ли, знаешь, как она говорит там и так далее, на спортивных машинах ездишь, ты по выхлопу иногда тебе не надо смотреть сколько у тебя оборотов и так далее, ты по выхлопу даже какие-то моменты можешь понять, ну или по звуку мотора, вот, электрички, ну слушай, мир диктует досы какие-то правила, ну, я буду стараться сколько можно ездить на ТВС. Да, я вынужден с тобой согласиться. НХЛ – лига, которая не стоит на месте, они всегда развиваются, они всегда ищут какие-то новые пути развития, новые улучшения, и это прям отрадно видеть, это действительно радует глаз и привлекает людей, болельщиков на трибуны. Надеюсь, когда-то и у нас тоже так будет, но мы сами понимаем, что для того, чтобы достигнуть таких результатов, нужно не просто хорошо работать, но нужен и опыт, и глупо сравнивать нашу лигу с НХЛ, потому что столько времени существует уже НХЛ, а КХЛ еще достаточно молодая. Но это в любом случае все лирика. Я хочу сказать о том, что мы завершаем этот сезон вот этим прекрасным выпуском из Колорадо, этой большой, многосерийной, скажем так, работой. Но самое главное, что я хотел сказать, в этом году мы с вами, дорогие друзья, поставили рекорд по количеству клубов НХЛ. Мы были в Торонто, снимали Илью Самсонова, мы были в Лас-Вегасе, где снимали наших русских ребят, также мы были в Айлендерс, в Сан-Хосе, в Колорадо и даже в нескольких клубах из АХЛ. Это была большая, плотная работа и действительно хороший, качественный сезон. Спасибо большое за то, что остаетесь с нами и смотрите. Я надеюсь, вам нравится то, что мы делаем, потому что мы действительно стараемся. Спасибо большое компании Винлайн за то, что она помогает нам давать такой эксклюзивный, важный и нужный материал для людей. Встретимся в новом сезоне НХЛ. До встречи.